Уважаемые коллеги, у нас такая своеобразная тема, посвященная интеллектуальной собственности, инновационным делам. Она близкая для меня по очень разным основаниям, но такое фундаментальное основание, оно связано с оценкой естественных преимуществ нашей страны. То есть очевидно, что у нас много газа, нефти и всего остального, но еще у нас на самом деле, по крайней мере, умная часть нашего народа, она умная и изобретательная. То есть это несомненно, это, ну, например, я в общении со студентами физтеха ощущаю, что это люди по любым мировым меркам одни из самых умных, одни из самых образованных на самом деле. По крайней мере, математику они даже лучше, чем я знают, что меня, вообще говоря, сильно удивило. Сам я, на самом деле, изобретатель 20 примерно лет. То есть первое изобретение, ну, там, 20, может, 21 год был, когда зафиксировали. Тогда это не называлось, патент назывался немножко по-другому, авторские свидетелицы. Потом дослужился до изобретателя СССР, следовательно, я в какой-то степени, ну, оставался изобретателем довольно долго. Чем мы реально можем помочь, вот, использовать это естественное преимущество? То есть, на мой взгляд, в стране коррумпированной, сильно коррумпированной, вообще говоря, эффективное наиболее средство – это прямые налоговые льготы. То есть я абсолютно уверен, что там вот программы типа Роснано, они никаких шансов на успех не имеют, что там реально дойдет до цели навряд ли более 1%. По отчетам, которые я видел, счетные палаты, сейчас их нету. Так оно и происходило, там, через 2-3 года после выдачи им 10 миллиардов долларов в разной форме. И думаю, что сейчас картина вряд ли стала лучше. Ну, по основаниям разным, но, конечно, в значительной степени, потому что сама по себе идея интеллектуальной собственности, она непростая. То есть я еще делал законы об оценочной деятельности и сравнивал эффективность оценок, допустим, той же недвижимости и интеллектуальной собственности. Понятно, что это на порядок отличающейся точности, на порядок отличающейся погрешности. Соответственно, там совершенно иные риски, совершенно иные ошибки. И это надо понимать, если мы строим какую-то систему в стране, которая действительно позволяет поддерживать. Ну, грубо говоря, а кому давать эти налоговые преференции? Вот взяли и зафиксировали, что наиболее мощный механизм – это дать сколковские налоговые преференции. Должны вы знать, что сколковские пакеты мы разработали. И он на самом деле для себя, мы считали, что базовый закон – это закон об инновационной деятельности. Что да, вот налоговый пакет, но вначале надо очень четко и точно определиться, а кто вправе претендовать на эти преференции. Кто такие инноваторы, что такое инновационная деятельность – базовый закон. Они поступили так, они на самом деле взяли наш налоговый пакет и дальше к нему приделали списочный способ определения. Ну, грубо говоря, коллега Виксельберг определяет, кому дать, а кому не дать эти самые налоговые льготы. Что для коррумпированной страны в принципе нетиражируемо. Возможно, там сколковое это, хотя тоже с большим вопросом, будет эффективно. В целом в стране, конечно, это абсолютно неэффективный способ решения задачи. Соответственно, в нашем базовом законе что зафиксировано? Что стандартное определение, просто переведенное в юридическую форму. Это инновационная деятельность, это деятельность по трансформации знаний в деньги. То есть вот в начале знания должна быть система генерирования знаний, та самая умная молодежь. А дальше на самом деле, что такое знания в законе надо зафиксировать. Это не абы какие знания и не абы какие инновации. А с нашей точки зрения только то, что доводится до уровня интеллектуальной собственности. Это патенты, базы данных, штаммы. Ну, есть набор в мире известный, что такое интеллектуальная собственность уже. Вот были знания еще, которые тоже нужны. Но для того, чтобы дальше строить какую-то систему, надо четко опираться на интеллектуальную собственность. Понятно, что в этом определении все равно останется очень большая серая зона. То есть если мы хотим его строить, то мы вынуждены поначалу это определение строить очень жестко, чтобы как можно меньше, ну, мошенников или там, на самом деле, коррупционеров проникало в эту историю. Но тогда останется достаточно большая серая зона, как, ну, расширять вот эту очень жесткую, узкую область определения инноваторов. И я совершенно уверен, что иначе, как опираясь на инноваторское сообщество, это сделать невозможно. Что дальше в законе у нас как бы целый раздел о том, что на этой основе, вот на базе очень жесткого исходного определения того, что такое инновационная деятельность, того, что такое инновации, кто имеет право на сколковские преференции, дальше должно строиться сообщество тех инноваторов, которые на самом деле будут расширять потихоньку это определение, расширять, ну, расшивать серую зону. И вот, на мой взгляд, одна из целей нашей конференции, по-моему, там в решении написано, что потихоньку попытаться вот какую-то ячейку такого инноваторского сообщества, сообщества тех, кто, ну, связан с интеллектуальной собственностью, генерирует или уже инновациями занимается, начать формировать. Правда, там отсыл на комитет по молодежи какой-то, да? Во-первых, я не знаю, есть ли у нас комитет по молодежи, по крайней мере, деятельности не видел этого комитета в Государственной Думе. Ну, а во-вторых, конечно, хотелось бы, если оно будет формироваться, прямо в нем участвовать. Я не говорю, что это должно быть при комитете по энергетике, но какую-то формулировку такую, которая позволяет и мне работать с этим сообществом людей молодых, которые действительно занимаются инновационной деятельностью по всей цепочке. Ну, кстати сказать, патентование само, и там тоже пунктов патентных поверенных, если я правильно понимаю, есть. Это тоже часть процесса, то есть вот знания, вот их превращение в интеллектуальную собственность, и дальше уже вся процедура до денег, которая на финише формируется. Вот, собственно, и все мое исходное выступление, потому что, на мой взгляд, еще раз, ключевая такая задача, она не только в этой сфере, это формирование сообщества, тех, кто сам инноватор, сам делает интеллектуальную собственность и использует, и, ну, готов в этом помочь другим, помочь как-то с этим делом разобраться. Спасибо за внимание.